так некоторые видео остались слишком далеко и многие переспрашивают почему не canon r5 на самом деле canon r5 одна из лучших камер которую я держал когда и помощь фокусировки и качество изображения и цвет там все просто идеально единственная проблема создает сама батарея то есть батарея там на минут 40 на 50 может быть full hd чуть больше но в 4k батарея вообще ни к чему не пригодная вот и я продал r5 еще во время когда она перегревалась то есть после уже я знал что выйдет прошивка которая снимет вот этот искусственный перегрев который там был сейчас этот перегрев сняли в 4к там не перегревается 8к тоже не перегревается все нормально то есть сама по себе камера отличная фокусировка отличная картинка отличная проблемы основные проблемы это батарея да там тоже можно как у сонки питать его через тайп си то есть через боковой тайп си можно запитывать с повербанка но работа сам самой одной батареи вот она печально до 30 может до 20 его сейчас точно не помню 20 минут 40 на одной батарее это просто смешно да и батареи там но они действительно дорогие по 14 тысяч стоит одна последняя версия батареи а все батареи старой версии они вообще вам минут на 10 на 15 наверно будут вот еще одна немаловажная проблема это огромные объективы то есть с выходом беззеркальных систем как у sony так и у кенона были огромные объективы то есть нет смысла огородить вот эту огромную оптику для беззеркальных систем и если sony уже перешла на объективы 2 версии где они стали более компактными и меньше весят вот именно они начали соответствовать беззеркальным системам да сами объективы их вес и так далее вторая версия объективов джем там 24 70 16 35 и всех последующих объективов допустим 50 миллиметров 1 и 4 он достаточно компактно да вы посмотрите 50 миллиметров 1 и 4 у кенона он под килограмм весит 85 1 и 4 килограмма весит 85 к 1 и 2 7 200 1 и 4 но 1 и 3 1 и 4 весит там 28 75 1 и 3 килограмма весит то есть но вот я планировал как универсальный 28 75 до это все будет ну как будто ты работаешь на какой-то профессиональной технике может быть имеет это смысл но опять ради чего ради вот этой минимальной разницы в картинке вот потом там флешка цель экспресс type b идет она более большого размера она стоит сейчас на и на ножи стоит такого же объема флешка будет дороже чем type а хотя раньше было наоборот да вот поэтому единственное что отталкивает от кенона это пока что громоздкие объективы l серии да ну вот с красной полоской понятно что сейчас выходят какие-то там стм версии да они поменьше компактнее но они недостаточно качественные как объективы с красной полосой вот поэтому сейчас в век беззеркальных систем иметь один объектив который весит полтора килограмм это просто ну вы просто не успеваете за технологиями я так думаю что кенон просто не успевает за технологиями потому что у 70 у соньки уже появился 70 200 второй версии 40 который весит 700 грамм он весит как обычный объектив 700 грамм весит 70 200 второй версии 2 и 8 весит 1 килограмм вот чем опережает sony canon потом в принципе раф там неплохой неплохой но все-таки он не такой гибкий как прорез у black magic а то есть нет смысла 2 и 6 гигабит писать на canon r5 и если ты не можешь с пересветов там 4 3 стопа хотя бы вытянуть а там ну не тянется я не знаю почему может файлы недостаточно гибкий муж компрессия уже сожрала эту информацию до которую вытащить нельзя потому что ну я с black magic of тянула то что реально глазами я не видел из пересветов я тянул 4 стопа из black magic файл это запись была в самом паршивом прорез кодеке я вот в этом паршивом прорез кодеке я 4 стопа тянул вот а здесь ты пишешь 2 и 6 гигабит синема лайт или как он называется прорез у кенона но с пересветов там ты столько не вытянушь вот поэтому вот такая вот разница ну теперь точно знаете почему я выбрал sony они кинута и да если бы у sony видео изображение картинка до оставалась на уровне вот 64 00 на уровне 65 00 она постоянно зеленила у нее там зеленом бирюзовой отдавал бы до сих пор возможно и я бы снова купил кино но сейчас прям большое ощутимая разница между видео изображением canon и sony я не вижу между видео изображение panasonic и sony я не вижу то есть я снимаю стандарте на sony a7 4 и вот прям в студийном свете и даже какая корректировать не хочется ну настолько хороший там цвет кожи и так далее здесь на канале у меня есть оригинальное видео с 74 ну прям ничего не хочется делать там все нормально сейчас большой разницы в цвете между всеми этими брендами canon panasonic nikon sony и так далее нету остается только преимущество в эргономике в количестве объектива удобстве и тогда то есть по качеству изображения они все уже уравнялись возможно по качеству объективов тоже они все уже уравнялись до единства panasonic выбор объективов но очень маленького panasonic вот у кенона побольше рф объектива чему panasonic она и ума ну и sony здесь лидирует то есть в количестве объектива в удобстве в батарее в мобильности все не опережает поэтому здесь однозначно только со